Вы знаете, кто это? Как его зовут? Думаю, что знаете. Это Марк Цукерберг. Как он обычно одевается? Что он носит каждый день? А как он одет на этой фотографии? А кто это? Вы знаете, кто это? Это Елизавета Вторая. Я думаю, вы её узнали. Это Елизавета Вторая, английская королева. Вы знаете, что она носит каждый день? Ну вот несколько примеров. Что она носит каждый день? А как она одета на этой фотографии? Как она одета? Ну что, проверим? Номер один. Что обычно носит Марк Цукерберг? Насколько я знаю, он всегда носит серую футболку, синие джинсы и кроссовки. А как он одет на этой фотографии? В чём он? Как он одет? В чём он? На этой фотографии он в серой футболке, в синих джинсах и в кроссовках. Итак, вы помните, мы говорим носит плюс винительный падеж, серую футболку, синие джинсы, кроссовки. Это винительный падеж. Но сейчас, в этот момент, он в футболке, в джинсах, в кроссовках. Это предложный падеж. И пример номер два. Что обычно носит Елизавета Вторая, английская королева? Что обычно носит Елизавета Вторая? Она обычно носит пальто и шляпу. А как она одета на этой фотографии? Как она одета? В чём она? Здесь, на этой фотографии, она в розовом пальто и в розовой шляпе. В розовом пальто и в розовой шляпе. Обратите внимание, слово пальто мы никогда не меняем. Ну как, было трудно? Если да, повторите практику номер 17. Эти две конструкции мы изучали на практике номер 17. А сейчас, чтобы повторить, напишите свои примеры. Что вы обычно носите? Что вы носите каждый день? И как вы одеты сейчас, в этот момент? В чём вы сейчас? Жду ваши примеры в комментариях, и до встречи на следующем уроке. Удачи и до свидания. Пока!